утро 2 марта 2022 года в одессе слава богу все спокойно не было ни сирен воздушной тревоги не было ни обстрелов ничего у нас пока слава богу все спокойно я вам ребята сейчас покажу ролик который я смонтировал о походе в магазин как бы ситуация такая с продуктами в каких-то магазинах ассортимент большой в каких-то не очень каких-то магазинах есть какие-то группы товаров каких-то нет в общем ситуация такая неоднозначная вот ну лучше конечно она не становится потому что у нас идут военные действия и связи между городами как бы нарушены ну что вы сами знаете почему спасибо большое всем тем кто поддерживает мою страну мой город очень приятно ребята что мы не одни что у нас такая большая поддержка и столько друзей еще раз большое ребята вам спасибо и так рассказ о том что у нас происходит продуктовых магазинов сетевых с бытовой химии для дома в принципе все нормально очень большой ассортимент пока все есть все вот видите все на полках перед вами кое-что конечно уже подорожало потому что как бы это связано с тем что у нас накануне военных действий немножко варилась а гривна и это связано с этим кое-что подражало но не критично как вы видите в принципе по большому счету с пустыми руками стал нам нужна какая-то химия вы не уйдете как бы все есть и шампуни и краски для волос и порошок и все что хотите крем для бритья бритвы все то есть абсолютно что нужно для дома это все есть не могу сказать что таком большом изобилие такой огромный ассортимент как был раньше но тем не менее как вы видите ребята и зубные пасты зубные щетки как бы все есть даст разобрали как бы недорогую туалетную бумагу осталось то что стоит дороже такое но тем не менее как бы салфетки это все есть и это все как бы в наличии магазинах нельзя снимать и видимо этот ролик этот последний такой живой а если буду рассказывать о том что происходит у нас в магазинах продуктовых это будет так на фоне какого-то пейзажа города одессы в живую показывать уже ничего нельзя будет но пока все в этом отношении более не менее нормально и можно жить ситуация в разных магазинах разные зависимости наверное это все от какой части города находится магазин тот магазин который хожу я там небольшой выбор круп как вы видите немного вообще макаронных изделий тоже очень немного консерв мало ну есть подсолнечное масло проблемы с сахаром с солью в другом магазине как бы лежит спокойно мясо курицы привозят но его как бы очень быстро разбирают ну так в принципе колбаса мясные какие-то там нарезки вот эти вот копченое мясо это еще все есть слава богу яиц немного но они есть их тоже разбирают естественно у нас как бы какая-то уже есть норма отпуска то есть не больше двух килограмм допустим там риса в руки там или не больше двух килограмм там гречки в руки уже дают то есть чтобы как бы знаете чтобы хватило на все я считаю что это правильно вон что на всю жизнь ты не запасешься окажите брать по два килограмма это тоже вполне будет достаточно было уже заявление руководители торговых сетей они сказали что ассортимент товаров будет сокращаться потому что нарушена логистика но постарается сделать все возможность чтобы товары первой необходимости были на полках магазинах на мой взгляд люди потихоньку привыкают к этой обстановке конечно чудовищно это звучит и какого-то ажиотажа именно когда люди хватает просто непонятными количествами любые продуктами этого ничего нет вот в магазине как бы все спокойно люди берут как как обычно уже как бы немножко это как бы волна паника немножко успокоилась слава богу люди немножко пришли в себя ребята хочу еще раз поблагодарить всех тех людей кто выражает слова поддержки и сочувствия для нас это поверьте очень важно нам очень важно знать что мы не одни что многие понимают даже не многие большинство понимает что происходит что это война это никакая спецоперация конечно есть люди злорадные которые пишут всякие гадости которые нас чем-то обвиняют я думаю что они не правы я как бы потом пытаясь даже тогда что-то им отвечать но если честно я понимаю что эта задача такая пустая и объяснить что это человеку у которого промытые мозги просто невозможно и это не надо ребята я хочу вам пожелать мирного неба над головой будьте пожалуйста живы здоровы берегите себя берегите друг друга все вам самого наилучшего самого доброго и надеюсь отдаст бог до новых встреч а